Сегодня компьютеры, планшеты и смартфоны – это уже вполне привычные и любимые игрушки для многих детей. Мы подготовили для вас несколько советов, чтобы избежать гаджет зависимости или отучить ребёнка от этого пристрастия. Совет номер один. Личный пример. Не случалось ли вам игнорировать ребёнка или просить его подождать, когда вы пишете сообщение? Дети склонны копировать поведение взрослых, ведь это один из способов познания мира. Личный пример станет лучшим способом объяснить ему основные правила поведения с электронными устройствами. Совет номер два. Старайтесь уделять больше времени своему ребёнку. Зачастую родители отдают смартфон или планшет ребёнку, когда они заняты. Конечно, взрослых можно понять, но лёгкий путь не всегда самый правильный. Поиграйте с малышом – это укрепит отношения и поможет малышу почувствовать, что он нужен и любим. Совет номер три. Оцените необходимость использования устройств ребёнком. Перед покупкой новой игрушки задумайтесь о том, действительно ли она нужна ребёнку. Ведь чтобы найти ответ на вопрос ребёнка, можно вместе с ним прочитать статью в энциклопедии или провести увлекательный эксперимент, а не в очередной раз обращаться к поисковику. Совет номер четыре. Объясняйте ребёнку свою позицию. Запреты без объяснения – ваш главный враг в поиске взаимопонимания. Разговаривайте с ребёнком, рассказывайте о вреде долгого использования телефонов и планшетов. Со временем вы увидите, что такие беседы не проходят даром. У ребёнка начнёт формироваться правильное отношение к гаджетам, а ваши запреты не будут восприниматься им враждебно. Совет номер пять. Понаблюдайте за окружением ребёнка. Дети очень хотят быть похожими на своих сверстников. Попытайтесь объяснить ребёнку, что малыш обязательно получит телефон или планшет, когда подрастёт. А чтобы малыш не терял общение со сверстниками, пригласите его друзей в гости и устройте им увлекательную игру. Совет номер шесть. Ограничьте время пользования гаджетами. Если вы всё же заметили, что ребёнок не реагирует на ваши просьбы, начинает капризничать, чтобы их получить, то пора принимать более серьёзные меры. Ограничьте время использования всех устройств дошкольникам до часа в день. Затем постарайтесь сократить время до тридцати минут. Избегайте безосновательных запретов, разговаривайте с ребёнком. Совет номер семь. Не допустите, чтобы ребёнок погрузился в виртуальный мир. Чтобы помочь ребёнку пережить расставание с любимыми электронными игрушками, постарайтесь найти интересное именно для него занятие. Яркие эмоции и новые хобби отвлекут внимание ребёнка от гаджетов и ещё больше сблизят вас. Дарите заботу и внимание своему малышу. Станьте для него примером и лучшим другом. Ребёнок будет ценить ваше мнение и никогда не предпочтёт виртуальный мир общению с родителями. Вот увидите. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!